Полицейские установили, что подозреваемые с 14 по 17 января расплачивались фальшивыми купюрами достоинством 5000 рублей в магазинах и ларьках Саратова. Одна из продавцов магазина, заподозрив неладное, вызвала полицейских. Стражи порядка изъяли и отправили купюры на исследование, по результатам которого подтвердилось, что банкноты являются поддельными. Мошенники же признали, что перспектива безнаказанности буквально вскружила им голову. А вы знали, что они фальшивые, да? Сначала не знал, потом объяснил, узнал. Но вы понимали ответственность за это дело? Я понял, поздно. В ходе следствия был установлен поставщик поддельных денежных купюр, который являлся гражданином ближнего зарубежья и проживал на территории города Москвы. В дальнейшем данный гражданин также был задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. За данный вид преступления им грозит лишение свободы до 8 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей. А вы уверены, что в вашем кошельке сейчас все купюры настоящие? Чтобы защитить себя, предлагаем несколько способов вычисления фальшивок. Сегодня пятитысячные купюры наиболее подделываемые. Мошенники обычно изготавливают подобные деньги с помощью двух листов. Если вдруг денежный билет будет расслаиваться, листы между собой, то это один из признаков того, что это денежный билет поддельный. Фальшив. Монетчики стараются сымитировать все степени защиты. Например, подделывают ныряющую металлизированную нить. Один из признаков, на который следует обратить внимание, что она даже вытаскивается, если за нее потянуть. Если покрутить купюру на свету, можно увидеть, как герб Хабаровска меняет свой цвет с малинового на золотисто-зеленый. Если же герб просто блестит, это фальшивая бумажка. Внимательно приглядитесь к берегу реки Амур. Там можно увидеть аббревиатуру ЦБРФ и силуэты животных. На фальшивке в этом месте будет серый смазанный берег. В случае обнаружения поддельных денежных купюр не пытайтесь ими расплатиться, иначе вы автоматически становитесь преступниками. Самый лучший способ – это незамедлительно сообщить о фальшивке в ближайший отдел полиции. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.